че ребята всем здарова будем раз и не в есим колодку я специально подобрал под этот выпуск будем лет на колоде из full его карточек вот такой вот на синий формат 8 карточек не докачан до максимального уровня возможно даже можно собрать что-то и посильнее я была идея поставить пусик с животными джунга но к сожалению он к забанен поэтому я не нашел там другой сильной опции поэтому решил остановиться на вот этом чуде 1 ход на самом-то деле не так все просто может показаться тщательно и на хочу с чарли что очень не хочу чтобы она осталась под фомальга аута и акча здесь правильно прочитал эту карточку ну в принципе первый ход явно за нами хорошая реализация теперь головной вопрос что делать дальше что меня может ждать страшного пусть сливаем у флориду мне ставят какого-нибудь фомальга аута на 1 допустим 4 урона потом сливается кабум но я делаю ему 3 урона он без куроза сахча делает 4 урона в общем как-то для него это не особо поэтому да я предпочитаю просто стильная на флориду тем можно возможно и бэйбекю ему отдать сразу же почему приму не отдать бэйбекю так действительно я думаю да можно же бэйбекю ему отдать разницы вообще никакой нет только в том что возможно с флоридой если у него до след кобума у меня просто будет больше сплитов вот и все просто потому что флорида более силовая с другой стороны он идет на 1 имеет тоже хорошо хотя наверное не особо да возможно конкретно в данном кейсе возможно даже надо было слить флориду и ожидать кабума на 1 но не факт что теперь идет акч акч фамальгаут под флориду сможет сколько сделать 66 фабио без куража делает один урона соответственно он с куражом сможет это отыграть это надо учитывать акте должен быть в ноль если он хочет перебить в будущем своим фамальгаутом меня соответственно должен идти либо на 8 либо в ноль знает информацию что я могу сделать хороший вопрос скорее всего здесь все-таки 50 на 50 удачу то я поторопился я у нас своим ходом там либо 0 либо 8 0 либо 8 хода фабиона 1 не существует облажался немножечко молодой человек по имени филипп поведали не знаю есть выход на ничью стопудовую давайте наверно на стопудовую ничью мы и выйдем на там глянем другого выхода я не нахожу здесь но кей мы выиграли даже типа в чем фишка он должен был идти на 8 если он идет на 8 то мы потом просто флан проносим наш флориду и соответственно делаем ячейку но он пошел в ноль поэтому мы просто выиграли данный матч что у нас не может не радовать конечно ну скорее всего просто вторым ходом не стоит как все-таки пошел если бы я пошел с флориды было бы лучше в общем надо просто считать урон в очередной раз я доказываю на своем примере что считать урон надо и вот это типа кинуть на тебе все-таки не всегда работает в данном случае из-за этого мне пришлось еще ну в общем я у себя просто отобрал дополнительные опции окей едем дальше неприятно конечно мононайты уши цун еще и у меня никаких минус пособок нет но выпалки его который здесь кстати гайя неплохо выглядит что против пана что против орлока а за счет того что он вообще переходит то можно и реализовать прям в том что вот он ставит орлока первым выходом перебивать этого рука я не особо если честно говорю желанием на одну пилку возможно может поставить даже на одну наверно не хочу он делать 4 урона хотя четыре урона это не так и мало ладно не туда нажал давай на один на всякий случай но на самом деле сложновато то что он начал с орлока даже плохо а там даже три штуки лучше вообще ничего не ставил но в принципе пока не критично на неприятно так теперь даже если он не принесет кончу шицуна с куражом я не проиграю потому что два куража в чарли и флориде нанесут больше чего здесь реально должен опасаться наверно того что не может какой-то хибер просто слиться поэтому давайте на н просто на две пилки что все это значит на две пилки допустим не сливается хьюберт потом идет ошицу и мы попадаем в наши любимые угадай очки потому что если я не дам сделать сейчас подождите 4546 да если не надо взять пана с куражом то я этот матч выиграю соответственно тут будет какая-то интересная угадай к но он идет опять на три пилки можем ли мы рассчитывать на то что он все ходы будет идти на три пилки вот это интересный вопрос ну неприятно на самом-то деле пока что все очень неприятно потому что сейчас мы попадаем в угадай куда у него есть еще и блять сплит мог ли я что-то с этим сделать сливается пан где эта группа ok попали так попали называется не на готов сделать ставку на то что он слил мушицу на давайте проверим эту ставку собственно говоря проверяем ставку две пилки 0 отлично ну на самом деле учитывая что он первые два хода ставил по той пилюли можно было подумать что это бот какой-то играет который в каждую карточку ставит по той пилюли на играть от этого и конечно же не стал поэтому я решил воспользоваться логикой если человек пробил два хода он явно захочет слить третий называется как говорил в одном из своих видеороликов евгений сангуин если не заводил первый второй ход значит заводишь третий ну или не заводил 1 бы заводишь 2 философия игры довольно простая те едем дальше но пока на самом-то деле не особо то уверенно у нас получается нам этот бой так уж точно прошлый тоже ошибку допустил поэтому пока хвалится мне явно нечем расклад такие полужитки там 31 тут против найтов тут опять 31 еще и блять против пиратов на и бонись сюда пока не особо не везет тут еще и заход такой что просто обосраться можно ну а давайте мы его напугаем я думаю маскаранга достаточно весомый аргумент в пользу того чтобы поставить эмирал коко на одну пилюлю а не рисковать ставить сельму на 6 да здесь пойдет сельма на жесть я думаю мне можно будет консидорить если честно он сделает 7 урона и никогда скоро не несу с одной карты там я не знаю только рассчитываем на то что это он поставит коко и мы ему сольем чинить ну а так конечно неемся на куком на 2 допустим идет сельму если перебьем сельму скрещу нет ничего не дает поэтому ху его даже на это что меня теперь ждет окей первый ход мы всяком случае взяли а теперь будем думать тяжелый кита не знаю бои приятно да давайте чуть полегче можно наконец-то взять какой-то здесь выход на псевдо ничью типа под сельму даже ставить чарли и потом сливать и атаки буду делать просто потому что и общение без малейшего понятия сколько в этой семьи поставлены просто так на две пилки ну там тоже две ну значит выиграли как-то так ну просто здесь либо пилить на дофига фабио либо сливать чарли либо так вот как-то пытаться на малых зайти ну мы угадали поэтому как говорится в данном случае мы в роли пана пана бы прав а пав мы пан окей ну здесь как-то попроще выглядит что мы сделали но по факту если просто один из этих ходов мы не угадывали то все но так два perfect пила да красиво красиво скоро нет окей нас перебивает но что очень важно мы побеждаем в два хода то есть нам достаточно пронести две карты чтобы выиграть бой даже вот в таких боях то важно в первом бою получается мне пронес две карты здесь пронес две карты и в прошлом бы тоже две карты ну да на личном кей идем дальше наверно еще два боя вы потом в комментариях обязательно пишите на это ли вам смотреть на колоды фу лэва вообще еще хотите увидеть в ефсичке нашей любимой и так далее потому что просто не играет скучновато я прекрасно это понимаю вам как зрителям тоже это скучновато смотреть поэтому пытаемся что-то придумать так ну тут так что нам делать можно конечно пойти на 6 то и на 7 считывая мой расклад я думаю что да один из редких случаев когда энза может засолить катку поэтому давайте наверно заложимся тем более что он вполне возможно пойдет перебивать он даже убирает купанду под это может быть плохо кто же может быть там будет две штуки это а ну нет опять я думаю мы победили одним ходом в принципе тут логика проста у него бонус на плюс хп соответственно энза полная вели сможет выдать именно 6 урона теперь что достаточно ли мне пронести тиво по моему да по моему да поэтому ставим пусть тиво на 2 если идет вот джаган на то и тогда поинтереснее конечно все становится поэтому давайте на на еще немного подумаем 26 и там он делает 32 это 5 не ну два куража он тут никак не сделает ну и так вот эти тоже не могу получается ну да не могу поэтому видимо на две пилки все-таки те есть перебьет туда дам будет неприятно но мы не проиграем окей вот теперь мы точно выиграли кино больше к сожалению не мог так саги пятна была получиться едем дальше ты ходу кто-то качнулся нежданно негаданно ладно еще пауза все возвращаемся качнулся наш многоуважаемый энзо но ничего купили нового невелика потеря смотрим так ты один у нас ну это типикал но в принципе раскладиться неплохой плюс ко всему там ночной бонус у густоунов то есть урона у них немного у нас сенсу но минус в том что у него есть каламати которая просто уничтожать любую нашу карту это надо тоже иметь в виду у него есть каламати на самом деле не можно даже первым заходом ты поставить проблема в том что он заберет у нас тогда энзо наш топ-дэмэдж потом допустим сольет вествуда нам по синемости даже придется здесь пробивать бэйби кью вот таким вот безумием пахнет 3 урон делать потом пойти он может сделать 6 урона с бомбина и мы с маскаранги сделаем те же 6 то есть мы проиграем в один урон где пахнет все если честно не очень как иначе играть тоже непонятно ладно давайте покажем яйца поставим постоянно на 6 надежде на то что полетит каламати на 4 другого выхода я здесь не вижу стоит на а он даже бомбина хочешь начать ну наверно это допустимый ход главное чтобы не было бомбина на 6 им что там бомбина не знаю на тайну конечно неприятно но всяком случае мы не проиграем после первого хода да у него была в принципе опции такая быстрый ход с вествуда это понимаю это просто от вестуда блин но он очень быстро ходил в принципе могу сделать себе победу по факту практически тем ходом ну блин конечно же я буду рисковать и делать наверно это посчитаем ему понадобится после этого два куража уже докажа поэтому поте пойдет каламати видимо 4 плюс 3 письме достаточно иметь ты пилюли в тело чтобы не дать ему никаких шансов на победу ну значит просто идем мастер англии на 3 дальше тела на 3 он не может сделать два куража видимо какая-то такая логика да там нулевая детей ну как-то сильно просто вышло не знаю явно его месте просто каламати вставил бы сейчас на 5 он решил показать какие-то яйца ну из-за этого в принципе и проиграл потому что явно ни к чему это тут было у него явно перевес по урону после того как он перебивает эндзо поэтому это ошибка однозначно от моего оппонента но нам повезло что я решил не очко давить а просто взять и ударить как мужик поэтому насилию этот бой чик чик окей д победа красиво не знаю наверно еще один бой надо потому что 15 минут в принципе стандартный хронометраж я выполнил да поэтому могу с чистой совестью вам сказать good bye my love good bye да ну good bye good bye see you soon guys много видео да нет едем дальше давайте еще один боёк на бы наш тест на фу лево был полноценным ну колода как мы видим довольно неплохая все-таки опять мы в две карты кстати выиграли да мы принесли три карты нам было достаточно и двух карт в принципе для победы здесь ты даже если мы бы две карты проносил не хватило урону поэтому окей в принципе колода рабочая если ее немного подрихтовать то есть именно сам формат монтаны из пусси это неплохо смотрится если там просто кого-нибудь условно фабио да поменять на эрис марану то есть на более простильная карта куни бэлу добавить и так далее я думаю что в принципе должно работать моем понимании такая колода именно в идеале наверно должна быть 4 и 3 тройки со стороны монтаны а у пусик в принципе такие же звезды могут играть только на месте бэйбекю на бориса на месте этой флориды допустим пусть будет мина мина она просто мина да ну и четверка пусть такая же остается хотя можно и вексент поставить хотя не вексент тут явно не подходит нет пусть остается кто у нас забыл имя так ну здесь вообще что-то очень странно к это гвен и ванна что это такой молодой человек вы как там с головой дружите нет давайте наверно как-то так не знаю здесь мне кажется как бы не походил и чтобы он не сделал я должен выиграть сольет мне карту ну окей перебьет даже n за в пилку ну окей но не вопрос здесь нет шансов у меня слишком сильный заход и у него слишком слабая колода но кем перебил пил тупил будем считать что мы немного добавили интереса в этот бой но мне кажется вообще ничего не завершает гвен бетисе гвен ну вот идет гвен да допустим я ставлю просто по максимуму козель 3 урона ну нет на максим все таки не могу на максим все таки не могу если на максим поставлю то прыгать могу но я могу просто поставить и на 4 сделать 3 урона слить эту дуру и ударить фабио поэтому да есть честно не совсем понимаю на что это молодой человек рассчитывал ставят такую колоду ну окей не знаю это просто молодого человека не было никаких шансов еще до начала боя поэтому даже то что он сделал perfect пил ему никак не помогло нас то не может не радовать блины и чем не делать на такой ноте заканчивать ночью нет 66 взяли куда молодого человека на пусть как выиграли в принципе день удался ну и ролик тоже не знаю даже какой-то такой си на самом деле бой для завершения для завершения что-то экшена хочет хотя экшен был мне попали сделали первым ходу ладно на этой ноте все всем пока